Приветствую вас. Начнём с того, что вы пишите, что ваш молодой человек, принимая вас любой, тем не менее, вам изменяет и бросал вас. Здесь вам самой нужно определиться с тем, хотите ли вы таких отношений для себя, где вас обесценивают. Максимум можно после очень серьёзных обсуждений, после серьёзных разговоров, после, может быть, даже работы с психологом простить одну измену. Но ни в коем случае нельзя прощать две, потому что две это уже система. Ну вот. Значит, это уже два раза это уже система. И, соответственно, здесь хотелось бы знать, почему вы его прощали. Вот, соответственно, исходя из влияния на вас этой ситуации, исходя из того, как повлияет на вас тот факт, что мужчина вам изменяет, да, исходя из идеи заботы о себе, исходя из бережливого, ценностного отношения к себе, такое прощать нельзя. И, соответственно, выбирать нужно не другого человека, а выбирать нужно пока что уйти от одного и не вступать в отношение с другим. Побыть немножко одной, добраться в себе, взять несколько консультаций, может быть, у психолога для коррекции своих проблем, коррекции своего поведения, ну, чтобы придать ему большую эффективность и уже после этого строить отношения. Я думаю, что именно так вам и следует поступать, а не делать выбор между одним и другим, потому что, делая выбор, вы руководствуетесь только лишь своими взглядами, своими, ну, ценностями, своими задачами, при этом вы забываете о том, что отношения, они, как правило, все-таки для другого человека, вот, для другого человека. То есть, отношения для человека, отношения не для вас, то есть, вы в отношениях, вы в отношениях, ну, в норме, да, вот именно в норме, вы не нуждаетесь ни в чем, именно в отношениях. Единственное, в чем вы нуждаетесь, это в том, чтобы делать человека счастливым, ну, мужчину, например, да, вот. И вопрос в том, хотите ли вы делать мужчину счастливым и какого, вот. Ну, и что касается вашего заголовка, да, то я, если честно, не очень понял, что значит, да, что вы говорите, я не могу признаться в любви человеку, я подумал вначале, что вы, ну, просто не можете признаться, да, в любви, такое бывает, когда человек не принимает своих чувств, не принимает своих, значит, переживаний, да, вот, не считает, что они достойны, не считает, что они имеют место быть, либо боится отказа, такое бывает. Но в вашем случае ситуация, на самом деле, немного другая, как я понял, в вашем случае первые отношения с человеком просто-напросто вызывают сомнения, и вы с ним хотите быть ради безопасности, ради стабильности и так далее. Но это означает всего лишь, что у вас, именно у вас, у вас точнее, этой самой стабильности нет. И можно говорить о том, что вы в некоторой степени являетесь, ну, возможно, зависимой от, ну, либо от мужчины, либо от мужчин, либо от отношений. Я, конечно, не знаю, но судя по тому, что вы выбираете, судя по тому, что вы мучаетесь с выбором и пытаетесь найти, собственно, так, кто же лучше. Ну, я полагаю, что элемент зависимости, то есть незамостоятельности у вас имеется. Если так, то с этим нужно работать, потому что иначе ситуация будет достаточно печальной для вас, ибо вы будете занимать проигрышную позицию по отношению к мужчине, да, и тем самым вы будете обесценивать себя. Вот. А обесценивая себя, вы, ну, не добьетесь гармоничных, качественных отношений. Самое главное, здоровых. Ну, вот. Вот так вот я думаю вам и можно ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.